Марч Мендельсона величает такое важное событие – регистрация брака. Именно с ним у многих из нас ассоциируется главная миссия работников отделов ЗАГС – официальное заключение брака с выдачей свидетельства. Момент волнительный не только для самих молодоженов, но и для их близких, в котором важно подчеркнуть каждую деталь, пожелать что-то свое, особенное. К этому и стремятся работники отдела ЗАГС Брестского горосполкома. Каждую свадьбу, каждую регистрацию, каждую пару пропускай через себя. Отдаешь свою частичку. Волнение и молодоженов наших, волнение и работника ЗАГСа, независимо от того, сколько он проработал, год, пять, десять и даже двадцать лет, все равно ты это проносишь через себя и ощущаешь это внутренне. Поэтому самый волнительный момент – это когда проходит регистрация. Ты желаешь каждой паре, наверное, что-то особенное, присущее только ей. Ты смотришь на этих двух лиц, которые стоят перед тобой, два влюбленных человека, которым ты понимаешь, что, наверное, и от тебя будет зависеть их судьба. Какие напутственные слова ты скажешь, что ты им пожелаешь. Более двух тысяч браков регистрируются здесь ежегодно. В период пандемии сотрудники ведомства ни на один день не прекращали работу. Соблюдая все необходимые меры для защиты здоровья посетителей, они ведут прием граждан и оформляют документы. Алина и Виктор пришли, чтобы подать документы на регистрацию брака. Торжество у молодых людей запланировано на январь 2021-го. Счастливая пара хочет узаконить свои отношения именно здесь. Все отлично, все шикарно, вообще вопросов никаких нету, быстро, все понятно. Захочево все объясняют, конечно. Мы первый раз, естественно. Поэтому для нас, для новичков, было все предельно ясно. К специалистам отдела ЗАГС Брестского горсполкома люди приходят в связи с важными событиями в своей жизни. В такие моменты одним нужна поддержка, другие хотят разделить свою радость или получить совет. Поэтому для работников этой службы так важны не только профессиональные навыки, но и личные качества. Ирина Кананко трудится в отделе ЗАГС уже более 10 лет. На рабочее место женщину привели обстоятельства, однако о своем выборе сегодня она нисколько не жалеет. И самым интересным для себя считает взаимодействие с парами-юбилярами. Мы проводим очень много юбилейных свадеб. И вот представьте себе, больше всего у нас, конечно, юбилейных свадеб, серебряных юбиляров мы чествуем, золотых, даже бриллиантовых. И составляя сценарий для юбилейных свадеб, какой-то в определенный короткий период проходит их вся жизнь перед нами. Составляя сценарий, беседуешь с ними, получаешь какой-то заряд бодрости, энергии. Немалый пласт работы сконцентрирован в органах ЗАГС и по сохранению важных документов. Здесь они находятся более 70 лет, а после передаются в государственные центральные архивы. Так что специалисты здесь порой заняты не только в процессе документа оборота, но и в некотором роде в работе по сохранению исторического наследия. Ведь судьба каждого из нас – это часть большой судьбы Брещены. Записи в архивах отдела ЗАГС хранятся 75 лет. И у нас еще до 2014 года в нашем архиве хранились метрические записи, церковные книги. В 2014 году, по истечении 75 лет, они были переданы в Национальный исторический архив в город Гродно. Но, конечно, работать с ними было очень тяжело, но и интересно. Там написано на польском языке еще все было, поэтому это интересная была работа. Но с тем, как они переехали в Национальный исторический архив, работа в архиве ЗАГС не стала менее интересной, потому что появляется что-то новое, что-то другое. Время, как я уже говорила, не стоит на месте, идет вперед. И вот как бы даже прослеживается по тенденциям, что вот сейчас в стране происходит, то народу и надо, то граждане за этими и обращаются. Коллектив отдела ЗАГС Брестского горосполкома – это тандем профессионалов. Ведь каждый из них вносит свой личный вклад в дело защиты прав и законных интересов граждан. А еще это люди – мудрые, светлые, небезразличные, готовые помочь и словом, и делом. Я пожелаю им всем, конечно, крепкого здоровья, душевного спокойствия, творческого оптимизма, задора, каких-то новшеств в их индивидуальном работе. Поэтому будьте все здоровы, будьте все любимы и любите. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щерб, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.